приветствую всех на своем канале в этом видео буду показывать как я буду делать реставрацию одно из своих украшений которые сделала своими руками так вот она выглядит украшение воротник из жемчужных бусин разного размера делала я его на заказ для своей сестрички но нее тут порвалась в одном из видео где я делала корону из проволоки и бисером я его уже показывала вот и говорила что у сестрички есть собачка и она как-то неудачно зацепила за нить и колье порвалась теперь мне нужно его реставрировать то есть восстановить колье что мне для этого понадобится естественно специальная нить она такая ювелирная шелковая и 2 иголочки для бисера у меня с прошлого раза когда я делала это колье остались такие маленькие бусинки и они как раз вот из этого ряда верхнего где порвалась нить и так что я буду делать в первую очередь не нужно для начала закрепить этот ряд чтобы он не рассыпался затем уже продолжать дальше вот этот ряд из таких бусин волку уже заправить я ее не могу потому что нитка уже сильно кошлатиться в такую иголочку с тоненьким ушком но просто нереально такую нитку уже запрячь и я закрепляю эту ниточку таким образом я мочу кончик ниточки просовываю ее так вот между бусинками оставляю здесь ушко так и с этой стороны вывожу то есть вот такая петелька образовывается меня вот этот кончик я завожу нитку в петелечку и затягиваю еще одна ниточка да я ее чуть чуть позже закреплю вот этот кончик я еще не это не обрезаю я его потом прозрачным клеем тут заклею или лаком для ногтей мне нужно сделать следующий шаг я вот отрежу кусочек нитки этой такой хорошей чтобы не ее хватило и заведу ее иголочки для бисера я уже подготовила отрезала такой хорошую длинной нитку и два конца этой нитки я завела иголочку для бисера теперь что мне нужно сделать вот а мне нужно вот вот эта бусинка вот вот эта бусинка и вот эту бусинку я завожу иголочку с ниткой надо это все делать аккуратно чтобы нитка не запутывалась и не делались узелки теперь мне нужно вот этот конец нитки которая ближе нас к этому ряду вот видите завести вот в эту бусинку которая уже у нас в колье самом так опять смотрим аккуратненько чтобы ничего нигде не путалась сразу распутываем код на балконик и у нас получается что одна ниточка с этой стороны выходит а вторая с этой стороны теперь беру иголочку вторую которая в нитке с этой стороны выходит нанизываю на нее бусинку нашу жемчужную беру еще одну бусинку жемчужную вот видите теперь что я делаю дальше беру вторую иголочку и вот эту бусинку просовываю иголочку с ниткой в эту бусинку и затягиваю и вот что у нас получается такой вот квадратик из бусин эту иголочку беру которая ближе к ряду предыдущему до выходит с этой стороны к этому ряду и завожу в бусинку в эту маленькую таким образом я закрепляю этот ряд с нашим колье такой вот плетение получается и затягиваю беру нитку который выходит отсюда вот с иголочкой и еще одну бусинку насаживаю вот она получается вот у нас из этого квадратика три бусинки есть надо нам еще одна бусинка вот берем еще одну бусинку раз теперь берем вот эту нитку вторую иголочку и заправляем суда затягиваем все и у нас вот так вот получается видите и так я делаю до самого конца если что непонятно пишите конечно в комментариях объясню а так смотрите сейчас и в принципе вам должно быть все стать ясно 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, я уже доплела до самого конца, и теперь нам нужно закрепить нитки и застежку. Вот, застежка у нас тут. Я ее отстегиваю. Примерно вот тут мы будем закреплять. Но для начала нам хорошенько нужно закрепить ниточки, чтобы они у нас не распутывались, не развязались. Я беру вот эту нитку с иголкой и пропускаю сюда в бусинки, тем самым закрепляя и нитку, и форму нашего колье. Я довела нитку аж сюда, то есть так порядочно прошлась по колье. И теперь здесь я могу закрепить ее. Наше колье точно не распадется. Я делаю петелечку, завожу сюда иголочку. То есть, как обыкновенный узелок, петельку, я думаю, все знают. Еще раз это делаю. Вот так за нитку завожу, делаю петельку и в эту петельку просовываю иголку с ниткой. И делаю так, ну, раза пять точно. Вставляю петельку, просовываю в эту петельку иголку с ниткой. Затягиваю. Еще раз. Затягиваю. Но нитку я не отрезаю. Я к ней вернусь и закреплю тут либо клеем, либо лаком, чтобы она ни в коем случае у нас не расплеталась и не торчала, чтобы была незаметная. А саму иголочку я достаю и убираю обязательно вот сюда, куда-то в катушечку. Вот. Чтобы она у нас нигде не потерялась. Теперь займемся этой ниточкой. Нам нужно ее и закрепить, а также и примотать сюда вот это колечко. Так, закрепляем. Я прохожу, то есть возвращаюсь обратно, прохожу вот по этим бусинкам. Такой делаю круг. Вот я сделала круг и вернулась сюда, к этой петельке. К этой бусинке. Теперь я беру застежку нашу и вот таким вот образом я ее примотаю сюда, обхватывая вот эту ниточку. Завожу опять. И опять в дырочку этого кружочка. Просовываем в колечко. И сюда за ниточку. Опять в колечко. И опять. Все, теперь нам надо это все дело закрепить таким образом. Я завожу нитку под нашу бусинку. И веду ее, эту нитку, к середине нашего колье. И где-то здесь ее закрепим. Вот я, получается, эту ниточку довела вот по колье сюда, где у нас вот нитки остались. И теперь тут я могу закрепить. Делаю я все то же самое. Петелечку оставляю. И так несколько раз. Все, пока не отрезаю. Так, вот наша ниточка, которая, эта закреплена, а эта нет. Нам нужно ее закрепить. Кончик тут короткий. И здесь уже, как видите, иголочку, но никаким образом ты ее не просунешь. Тут просто нужно будет помогать себе. Так, кончик надо помочить, чтобы он не так ошлатился. Судя по всему, и это не поможет. Значит, мы будем вот второй вот этой иголочкой помогать себе захватить эту ниточку. Вот, кое-как просунула туда. Вот петелечка. Ставила. Теперь нам этот кончик нужно завести в эту петелечку. Вот тут виднеется ниточка. Вот. Есть. Теперь. Раз. Так. Все. Закрепляем. Ну, нам так нужно сделать хотя бы несколько раз, поэтому я сейчас поставлю на паузу и сделаю это. Вот, у меня получилось сделать так три раза. И пока я не отрезаю, а все вот это либо клеем, либо лаком пройдусь, а после отрежу. Сейчас проклею. Смотрите, очень красиво смотрится. Ребята, если вам что-то непонятно, вы пишите в комментариях, задавайте вопросы. Ну, а если вы хотите полностью посмотреть, как делается это колье, саму схему колье, какие бусинки нужны, каких размеров и какого количества, то пишите комментарии, я тогда сниму видео. Я просто, когда делала это колье, это было очень давно, я тогда не снимала видео. Но сейчас сестра отдала его восстановить, поремонтировать, поэтому я по случаю решила снять. Что меня больше всего удивило, что вот эти бусинки под жемчуг, они очень хорошего качества. И что уже столько лет прошло, но я не вижу, чтобы они как-то поблекли, поцарапались сильно, где-то там облучились. Такого нету. То есть свой блеск, свой цвет остался. Действительно, как до сих пор под жемчуг, то есть замечательного качества, очень хорошие. Поэтому я даже вот так приятно очень удивлена, что есть такие бусинки под жемчуг, имитация жемчуга. И очень красиво смотрятся. Так что пишите в комментариях обязательно. И тогда я сниму полностью видео, как сделать такое колье, схему, какие бусинки, какого количества и какого размера нужны. Вот. А сейчас мы это все дело проклеим и отрежем торчащие ниточки. Обнаружила, что у меня нету прозрачного лака. То есть у меня есть такой лак с розовинкой, есть такой голубенький, зеленоватый. Не подходит. У меня есть клей универсальный. Он когда высыхает, он белый. Поэтому я буду приклеивать с помощью него. Капельку выдавила. Продолжение следует... И тут помажу, здесь ниточка не пошвачилась, не втиралась, теперь жду пока высохнет и отрежу вот эти торчащие ниточки. Ну вот смотрите, ниточки я уже отрезала и все, клей стал прозрачным и ничего не видно, где закреплена у нас ниточка, все красиво сидит на своем месте, все замечательно. Все, колье готово к носке. Такое вот красивое у нас колье. Так что ребята, если вам интересно как делается такое колье, пишите обязательно в комментариях, также подписывайтесь на мой канал, смотрите многие другие видео интересные у меня есть на канале. Ставьте лайки, делайте репосты, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом пока я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!